всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве ну что я опять на третяковская климентовский переулок я повернула голиковский переулок и иду я на пятницкую улицу а почему через роликов переулок потому что очередной я пройду мимо самого маленького памятника москвы и не смогу вам его не показать поэтому пойдемте потом мы с вами идем в одно очень интересное место с вами в голиковском переулке это вот боковая часть храма о котором я совсем недавно вам рассказала но вы видите как фасад обновлена вот здесь вот чуть свернешь переулочек все не так празднично почему-то на вот эту вот пристроить что именно на эту стеночку не хватило или же ее возможно специально оставили вот такой какой мы ее видим сегодня мы с вами идем не закатами сегодня мы идем в один отель но там сейчас отель вообще-то это старинный особняк особняк называется рихтер ой отель называется рихтер пятизвездочный отель ну сами понимаете что рихтером он тоже называется не просто так ничего не бывает просто так я уже все расскажу но этот переулок совсем маленький но знаете типа можно было принципе принципе идти по пятницкой тоже но во-первых здесь так тихо спокойненько не шумненько а во-вторых ну каждый раз когда я здесь в этом районе бываю я всегда стараюсь пройти мимо одной из достопримечательностей москвы самый маленький памятник москве памятник улитки и вот как раз в голиковском переулке и голиковом как он там голиковский все-таки да переулке этот памятник и находится ну решила пройтись потому что сына это быстро все равно это параллельно и выйдем с вами как раз почти к этому особняку к этому отелю куда собственно я и иду кстати в этом особняке или же в отеле сейчас проходят две выставки вот вообще там такое интересное место там проходят всякие такие интересные мероприятия там есть такая специальная секретная комната ну это я вам тоже сейчас все подробнее расскажу к тому туда придем вот а кстати здесь еще деревянный дом да 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 вот он деревянный домик здесь сейчас улиточку сначала заборчики поставили слушайте мужа нее сняли нет но не вряд ли но зачем нет уже нет не сняли они и вот она маленькая хорошенькая вот самый маленький памятник москвы вроде как когда-то здесь была фирма по вот этим вот изделия укованных вот этих решеток или оград и хозяин вот поставил такую улиточку как рекламу уже нет ни фирмы не хозяина а улиточка все есть ну и раз уж мы все но здесь идем мы скорее уже прийти дома рассказывала но деревянный дом просто не могу не показать ну потому что таких домов осталось уже не так много этот дом был построен 1800-х годах главный дом усадьбы имевший б-образную форму во время пожара 1812 года здание было уничтожено а в 1820-е годы этот участок принадлежал дворянину ростантину критскому который восстановил усадьбу но да и главные новый главный дом усадьбы был сооружен из дерева и его композиция типично для послепожарной застройки москвы одноэтажный дом с мезонином стоящий вдоль красной линии улицы с небольшим отступом помимо главного дома на территории усадьбы появились хозяйственные постройки расположены в глубине участка и здесь же был разбит небольшой палисадник в середине 19 века возле главного дома вдоль голливудского переулка был построен жилой флигель прямоугольной формы а в 1870-е годы усадьба перешла к Елизавете Николаевне Капосовой при ней флигель рядом с главным домом был разобран а в южной части владения было построено жилое деревянное здание в 1913 году владельцем усадьбы стал мещанин Павел Николаевич Барабошкин и вроде как в то время здесь находился небольшой сарай огород был маленький а в глубине двора был жилой флигель с крыльцом а во дворе находился колодец из которого брали питьевую воду в 1960-е годы были снесены все постройки бывшей усадьбы за исключением главного дома до начала 21 века дом оставался жилым а в 2010 году был выставлен на продажу на тот момент дом находился в пользовании вот там партнерство вот и там в общем они решали решали кредит комиссии собирали и в общем здесь в итоге в 2012-2012 годах были приведены реставрационные работы а сейчас что непонятно очень уютным очень уютный такой тихий центр очень уютный переулочек очень граждан здесь очень комфортно живется несмотря на то что центр такого в общем-то шумные вроде как да вот но кузнецкая третиковская а вот тихо так сейчас повернем и мы пришли ты по моему крут доходный дом насколько я помню уточнила это жилой дом начал строиться в 1914 году как доходный в 1923 году англичанин фридрих репс взял дом в аренду на 18 лет с обязательством завершить строительство однако но это не было сделано дом был достроен промбанком но не был а штукатурен в этом доме жила поэтесса и литературовед островская дружку вот что что смогла найти так мы выходим на нужен дом по моему 40 вот 40 или 42 час я увижу и узнаю этот дом особнячок вообще вы знаете мне кажется вот по району третиковская метро метро третиковская можно ходить не переходить и каждый раз можно находить что-то новое но здесь настолько всего много ой какая прелесть старого может я туда потрогаю какая красота смотрите-ка о классно очень даже жизнерадостно правда молодцы молодцы то делает такую красоту бесконечное лето действительно здорово вот так но мы выходим на пятницу тоже особнячок не могу привыкнуть снимаю новым телефоном а в этом телефоне у меня нет 05 начинается с единички к сожалению иногда приходится если что такое вот снимать приходится брать старый телефон потому что новый вот так тут близко только снимает но зато он снимает лучше гораздо так на пятницу улицу мы вышли это потому что вдруг где-то что-то как-то немножечко меня это в кадр не попадет так следующий нет не этот этот дом 4040 значит мне 1 42 или это он подождите кажется следующий конечно следующий а этот дом это дом сам динам на самом деле это очень такой интересный дом имеющий историческую значимость для обе столицы он был возведен здесь начале девятнадцатого века во второй половине того же столетия был декорирован уникальной лепниной скульптурное изображение в виде масок украшают это небольшое двухэтажное здание классическом стиле особенностью фасада является портер с нечетным количеством полуколон однако не стоит не стоит винить в этом безграмотности архитектора видимо это был лишь каприз заказчика ну то есть сам динам здесь находился ресторан лозанья в конце 80-х годов здесь располагалась штаб-квартира преступной группировки ахмеда нухаева получившая название по местонахождение лозанская ну к счастью мы этого не знаем к счастью не застали так ну не кажется этот дом 42 да в глубине тоже особняк стоит очень нужно сейчас ремонтируется да нам надо вот сюда вот он отель ну и соответственно особняк рихтера ну что вы понимаете куда мы идем это отель сейчас это отель отель на 7 номеров галереи современного искусства библиотекой садом вермутерии три года назад здесь открылся этот отель назывался он рихтером и авторство этого строения в замострой речи приписывается архитектору федору федоровича рихтеру разумеется настоящее имя его было фридрих фридрихович и доподлинно неизвестно когда он оказался в россии слишком скудные сведения его юность однако установлено что рихтер сын художника декоратора который оформлял интерьеры сената и синода академии на урзимнего дворца 1827 году при строительстве иссатиевского собора состоял рисовальщиком в чертежной а в 1833 году окончил императорскую академию художеств в санкт-петербурге лучшим выпускникам традиционно полагалась европейская пансионерская поездка и федор федорович рихтер был отправлен в италию время он исследует форум трояна термы павла эмилия занимается обмерами античных памятников и видимо тогда он у себя обнаруживает склонность художественно-археологической деятельности в январе 1840 года миланская академия принимает его свои члены из италии рихтер возвращается прямо в москву где с тех пор живет постоянно его профессиональная деятельность была продолжена в качестве помощника константина тона на строительстве таких важных объектов как храм христа спасителя оружейная палата большой тремлевский дворец где рихтер составляет проекты владимирского и александровского залов вот отель рихтер пожалуй один из редких сегодня примеров деликатной реставрации и приспособления памятников здесь есть лестница литого металла относящаяся к началу двадцатого столетия но обо всем об этом завтра следующем видео всем спасибо всем здоровья пока пока